Северные надбавки в Камчатском крае не изменятся. Мало того, они должны быть гарантированы в полном объеме. Этот вопрос поднял глава региона. Постановление Государственного комитета Совета министров СССР по вопросам труда и заработной платы и президиума ВЦСПС от 1964 года. И еще несколько десятков законов, постановлений, кодексов, подзаконных актов и даже приказы отдельных учреждений до сих пор регулируют, какие и при каких условиях северные надбавки получают работники на Камчатке. Само законодательство по данному вопросу носит противоречивый, запутанный характер, часто устаревший. Поэтому я буду настаивать на том, чтобы мы более четко сформулировали эти гарантии в законодательстве, чтобы у жителей Камчатского края была твердая уверенность в том, что их абсолютно легитимные и справедливые права ни в коем случае не будут ущемлены в дальнейшем. Напомню, что льготы для жителей Камчатки предполагают региональный коэффициент на некоторые виды выплат. Заработную плату, социальные пособия, оплату проезда в отпуск раз в два года и иные льготы. Все это компенсация за суровый климат и нелегкие условия труда в регионе, приравненном к Крайнему Северу. По вопросу северных надбавок у меня позиция предельно проста. В полном объеме, безусловно, должны быть сохранены все те преференции, которые сейчас предусмотрены для жителей, которые работают в условиях Крайнего Севера. Для того, чтобы свести противоречивые и не всегда соответствующие друг другу нормативно-правовые акты к одному знаменателю, глава региона обратится в федеральные органы власти. Ольга Семенова, Алексей Кузьмин.